То, что называется лайфхаки. Ой, Господи, как я не люблю, конечно, эти все иноязычные слова. По-нашему, уже мы начинаем забывать, что, как это называется, это советы, Господи, придумки, хитрости и так далее. Не знаю, не хочется мне это слово употреблять. Короче, меня часто спрашивают, что это у вас, где это... Я очень много чего понапридумывал, вот одна из таких придумок. Но это коробочка в данном случае. В ней были акварельные мелки. Сейчас здесь уже совсем другое. Я люблю такие жестяные металлические коробочки, хотя предпочел бы, наверное, пластмассовые. Но пластмассовых таких нету. И они, если и есть, то они быстро ломаются. А вот металлические, я ведь у меня же все заточено для пленера и для путешествий моих по городу. А вот металлические меня устраивают. У меня таких металлических много. Я еще потом покажу. И для акварельных, и для карандашей, и для пастели. А это в данном случае у меня коробочка для цветных карандашиков. Правда, я нашел вот такие детские цветные... Я не знаю, они типа восковых. Они даже не восковые, а какие-то пластиковые. Но они очень мягкие. Они очень хорошие. На них, ну, я могу тут прочитать, написано что-то large, fine. Что за фирма, не знаю, короче говоря. И тем не менее, они мне нравятся. Мне нравится их треугольный вот этот вот профиль, или как это назвать-то, сечение. Вот. Набор цветов относительно. Сюда я еще добавил еще кое-какие карандашики, резинка и белая... Причем мелок школьный. Обратите внимание. Не пастель, а школьный мелок. Знаете почему? Потому что он тверже. Он не такой мягкий. И это мне тоже нравится. И белая жировая пастель. Это вот коробочка. Ну, и карандашик тоже жировой белый. На все случаи жизни. Где-то надо пастельный белый цвет, где-то надо жирный. Но в данном случае вот эта коробочка у меня заготовлена для цветных... Для портретов быстрых, шаржей. Где я не... Я ведь портреты рисую в основном пастелью, но пастель занимает много места, и с ней надо носить лак для закрепления пастели. А вот эта маленькая коробочка, которая входит буквально в карман, это, так сказать, из разряда мини-наборов моих. У меня есть мини-набор, у меня есть средний набор, у меня есть большой набор. Вот это мини-набор, в который вмещается все. Но я-то хотел показать главное вот что. Обратите внимание. Во-первых, эти коробочки, ну, хорошо подгибаются вот в этом месте. Если его подогнуть, вот это место вот, да, то она закрывается хорошо. И тем не менее, смотрите. Вот я сделал сюда две резиночки такие, ну, просто одел, взял вот так вот две резинки. Вот резинка, да, она одета. Вот так вот. И чем это хорошо? Это хорошо тем, что эта коробка, из нее эти самые... Карандашики-то не вываливаются. Я часто коробочку вот так вот прищепкой прищепляю на мольберте. Вот так, и она у меня в полу таком наклонном состоянии находится. И тогда эти не вываливаются. Ну, и не только поэтому. Просто они здесь вот под этими резиночками удобно лежат, да. И вот эти резиночки играют роль ограничителя, не дающего выпадывать этим карандашиком. Точно такая же резиночка, она где-то здесь, вот, на крышке. И еще здесь, видите, из полиэтилена, ну, пленка такая полиэтиленовая, от папки какой-то, да. Вклеена вот сюда вот, в этот уголок, клеем момент, да. Вклеена вот такая вот страничка, которая отделяет вот это вот карандаши от того, что еще здесь дополнительно у меня лежит. Что у меня здесь дополнительно лежит? У меня здесь дополнительно лежат колечки резиновые, универсальные. Они у меня на все случаи жизни. Но в данном случае я их использую для того, чтобы, если вы видели, когда я рисую портрет, я его сворачиваю в рулончик, когда дарю. И вот этой резиночкой я его закрепляю, одеваю поверх. И эти резиночки мне нужны для этого. У меня всегда, значит, здесь салфетка руки или что-то вытирать, или когда я рисую, чтобы что-то растереть. Здесь у меня лезвие от обычного вот этого вот ножа, который отламывается. Ну, я сам нож не ношу, зачем, собственно, его таскать, для того, чтобы что-то подстрагивать, вполне достаточно вот этих вот лезвий. Они совершенно практически не занимают места, а выполняют абсолютно ту же самую функцию. Вот, ну и тут визитки всякие разные у меня еще лежат, или там какие-то бумажки и так далее. Потом эта салфеточка, и эта салфеточка играет роль, обратите внимание, мягкой, так сказать, подложки, чтобы пружинить вот эти вот штуки. Ну, и чтобы она сильно не оттопыривалась, мы одеваем вот такую резиночку. И обратите внимание, я-то думал, поначалу, когда придумал это все, что она не будет закрываться. Она прекрасно закрывается. И эти резинки при этом исполняют роль, они исполняют роль таких упругих креплений. Она, наоборот, стала лучше закрываться. Она эластичная за счет вот этой резинки, которая здесь находится. Она открывается, закрывается великолепно. Я вот уже пользуюсь, наверное, месяц. Я думал, что она ее сразу обрежет здесь. Нет. Ну, и думаю, господи, невелика ценность эта резинка ее поменять. Но удобство несомненное. Вот. Раз и закрыл. Резинка играет роль фиксатора. Фиксатора для крышки. Резинка играет роль фиксатора для карандашей, потому что их можно вот таким вот образом, видите, почти вертикально держать. Вот видите, я их вертикально держу, они не выпадывают. Если кто видел, как я рисую, я вот сюда прищепкой пристегиваю это к своему планшетику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова